Уйти от предрассудков к диалогу. Минск в очередной раз выступил как площадка для обсуждения. Тема – безопасность. В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран для переговоров на уровне дипломатов и экспертов. На второй Минской конференции по евразийской безопасности выступил и наш президент. Александр Лукашенко обозначил свое видение существующих проблем и пути их решения. Беларусь выступает за создание общего пространства доверия между Западом и глобальным большинством. И вот интересно, как к этому относятся те, кто непосредственно живет и работает на Западе. Ведь в зале были представители Норвегии, Франции, Боснии и Герцеговины, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Швейцарии, Ватикана, Польши. К вашему вниманию мнение их с первых уст в репортаже Катерины Круталевич. Гости на конференцию начали прибывать практически с 9 утра. Такой стандартный рабочий график сразу настраивал на деловой тон беседы. Многие в зале, несмотря на довольно широкую географию, 45 стран знакомы. Поэтому смолтоки, интервью журналистам по теме и просто впечатления были в очень позитивной тональности. Минск как переговорную площадку признают все, даже если сами оказались на ней в первый раз. Важно встречаться с союзниками, но еще важнее с людьми, которые не разделяют вашу точку зрения. Вот с ними нужно садиться, разговаривать и принимать решения, потому что на поле боя решения не принимаются. После Первой мировой войны у нас была вторая, и это должно нас чему-то научить. Сегодня в мире говорят, как бы не было третьей. Запад, в том числе, обсуждает недавний состоявшийся БРИКС. Беларусь стала страной-партнером организации 10 крупных государств, включая основателей Бразилию, Россию, Индию, Китаю и Южную Африку, с партнерами по глобальному югу довольно серьезно заявили на политической арене. Игры в Америку или Запад знает лучше? Больше не будет. Равно как и моды на рычаге управления, санкции, изоляцию и отстранение от финансовых систем. Лукашенко – президент страны. Это реальность. Нравится это Вашингтону или нет? Я уверен, что он сделал очень много хорошего для своего государства. И это не должно подпадать под санкции. Очень жаль, что некоторые серьезные политики иногда ведут себя как 12-летние девочки. Перестают разговаривать друг с другом. Дипломатия – это совсем другое. Пока основной зал Центра Белэкспо будет наполняться, параллельно начнутся переговоры министров иностранных дел Беларуси и России. Рыженков и Лавров. Обсудят разработку документа о гарантиях безопасности. О чем еще поговорят дипломаты? Ну, в этом мире далеко не все на показ. На самом деле есть примеры, когда высокопоставленных представителей ряда стран просто не пустили. Соседние с нами страны не дали там проезда. Мы это все знаем, мы это все оцениваем, мы это все запоминаем. Но это только подогревает интерес нашей конференции. Скажу, что большинство тех участников, которые хотели и намеревались, они доехали. В том числе и из стран Западной Европы, и из-за океана. Ну а Евразия вся собралась, здесь, знаете, препятствий никаких нет. Это показывает и как раз таки наличие нормального между нами сообщения и нормальных человеческих контактов. Программа конференции довольно плотная. В зале, помимо гостей, высшие должностные лица, министры и главы комитетов, представители общественных организаций, дипломаты и международные аналитики. Очевидно, нужна была модерация опытными журналистами. Планету буквально разрывают вооруженные конфликты. Давайте прямо говорить, что многие из них можно было бы избежать. Некоторые остановить практически в одно мгновение, если бы некоторые страны или группы стран поумерили свои амбиции, не подбрасывали бы дрова в огонь этих конфликтов, уважали интересы всех сторон и в конце концов не игнорировали бы международное право и международные соглашения, которые сегодня, ну давайте прямо говорим, во многом обесценены. Буквально через несколько минут после заявления темы в зале появится президент. Теплое рукопожатие на входе и начнутся новости. Александр Лукашенко поблагодарит всех собравшихся и выразит надежду, что эксперты не только будут обсуждать проблемы, но и предложат пути решения. Начинать надо с определения понятия. Как правило, говоря о безопасности, подразумевают гарантии защиты от посягательств на свою территорию. Однако всеобъемлющая безопасность по определению должна давать гарантии государствам не только в военной сфере, но и в политической, экономической, информационной и иных. Если смотреть под таким углом, становится очевидным масштаб охватившего планету кризиса. Присвоив самим себе после развала не только Союза, но и всего социалистического лагера звания лидера свободного мира, Соединенные Штаты, несмотря на весь свой потенциал, оказались неспособны быть одной глобальной опорой и гарантом безопасности в самом широком смысле этого понятия. Поверьте, у меня нет желания навешивать ярлыки времен холодной войны, но это очевидный факт, скрывать его не следует, если хотим разобраться не только в причинах, но и принять какие-то меры. А международные институты, спросите вы, они, призванные быть универсальным медиатором или арбитром, зачастую демонстрируют полный паралич, ограничиваясь лишь пустыми заявлениями и представительскими функциями. Демократия и как политическое устройство, и как понятие в целом стало ну очень ангажированной. Цитата Лукашенко, есть демократия для себя, есть на экспорты, это правда. Нельзя вмешиваться в американские выборы, считают американские власти, зато можно попробовать в белорусские. Нельзя испытывать оружие дома, позиция Вашингтона, зато можно на Ближнем Востоке, а еще лучше в Украине, где у людей нет защиты ни от своего президента, ни от международного сообщества. Зато новость, генсек ООН полетел в Казань, по сути пытаясь решать мировую проблему, что он и должен делать, вызывает те самые демократические последствия. А что общего с демократией имеет объявление персоной нон-грата, генерального секретаря Организации Объединенных Наций, за его принципиальную позицию, которую он наконец-то и всех, которые были генсеки, откровенно высказал. Нападкам подвергаются не только отдельные лидеры, но и целые народы. В государствах, осмелевших идти своим путем, инспирируются цветные революции, приводятся к власти лояльные лидеры и откровенные марионетки за деньги западной мягкой силы НКО. Да, и в самих странах Европейского Союза стоит национально ориентированным политикам выступить за интересы своего народа, ждите очереди уголовных обвинений, спабрикованных дел и даже покушений. Я вот это говорю и смотрю на министра иностранных дел Ветгли, его тоже могут обвинить, что он приехал в Беларусь. А за что? Председательствует в Европейском Союзе, но в конце концов Европейский Союз должен понимать, знать, слышать, что скажут умные люди Евразии, то есть вы. Что в этом плохого? Петер Сиярта не раз высказывался о политике санкций как неразумной. Венгрия в принципе в сотрудничестве с Беларусью стремится развивать и экономические, и дипломатические связи абсолютно без двойных стандартов. Официальный Будапешт зависит и говорит об этом открыто от транзитных поставок нефти через трубоправо «Дружба». 71% топлива идет именно по этому каналу. Беларусь – партнер, который транзит, обеспечивает, за что венгры благодарны. Позиция такая. Политическими заявлениями ни квартиру отапливать, ни заводами управлять нельзя, поэтому в ЕС говорить могут что угодно, Будапешт и Минск ссориться не собираются. Я имею в виду, смотрите, то, что я вижу, это то, что либеральный мейнстрим в Брюсселе не может переварить, если страна придерживается суверенитета. И мы, венгры, такие. Мы придерживаемся своего собственного суверенитета. Мы не готовы отказаться даже от небольшой его части. Хотя есть давление извне, есть и некоторые силы внутри страны, которые хотят, чтобы мы, по крайней мере, отказались от части суверенитета. Но мы не готовы к этому. И это, как я понимаю, не может переварить брюссельский мейнстрим. Но вы должны жить вместе с этим. Мы были у власти в Венгрии, потому что народ доверяет нам, потому что народ проголосовал за нас. И это суть демократии. Еще одна проблема, которая, конечно, безопасности миру не добавляет, это миграционный кризис. Беларусь очень четко знает, что такое сдерживать эти потоки десятилетиями. Особенно, когда Востоку не помогают восстанавливаться, а наоборот делают все, чтобы он не восстановился. Так почему Минск должен брать на себя бремя последствий? До того, как против нас развязали экономическую бойню и в средствах массовой информации, мы сотрудничали с Европейским Союзом. Европейский Союз попросил построить у нас какие-то убежища для мигрантов, которые будут идти через Беларусь. Заключили договор о реадмиссии. Договорились с россиянами, потому что в одностороннем порядке это не работает. Начали работы, ввели экономические санкции, набросили нам на шею петлю и начали душить. И говорят, вы нас защищайте от мигрантов. Может, я не дипломатична, но прямо откровенно сказал, ребята, мы не будем вас защищать. Мы не будем, как раньше, их ловить на этой границе. По многим причинам вы разрушили на Ближнем Востоке государство. Вы задушили Африку. Вместо того, чтобы помочь Африке на ноги встать, вы начинаете их нещадно эксплуатировать. Ввели неоколониализм. Вы начали войну в Афганистане, Ираке и так далее. Разрушили эти государства. А потом цивилизованные западцы, и с тем, что некому работать ведь в Германии, Франции и других государствах, позвали этих людей к себе. Но они и пошли. Они меньше шли через Беларусь, потому что можно было через Украину попасть. Можно было до последнего времени через Финляндию из России попасть. Но сегодня это невозможно. Финляндия выстроила почти забор. Запад выстраивает забор, а в Украине идет война. Куда они пойдут? Они рынулись через нашу границу. Еще раз повторяю. Мы честно, откровенно сказали. С петлей на шее мы перед вами стоять на коленях не будем и ловить мигрантов не будем. Псами пригласили этих несчастных людей к себе. А сегодня объявили их гибридной угрозой, ломают голову над планами высылки. Но пока не придумали, кто вместо них будет работать. Я не хочу давать никаких советов. Но скажу одно. Позвали обеспечить трудоустройство и равные условия со своими гражданами. В зале представители Евросоюза более чем. Что думают по этому поводу и по поводу напряжения на наших границах, которые еще пару лет назад мы совершенно спокойно пересекали, чуть ли не по причине поехать в гости? Мнение из первых уст. Интерес Польши и Белоруссии связаны с Евразией. Место Польши в большом евразийском пространстве. Интересы и Польши, и Белоруссии связаны с Евразией. Эта конференция объединяет специалистов, политиков, глобальное большинство. Не альтернативный мир, а мир, который объективно растет, развивается. Как поляк я могу сказать, что к нашему несчастью Польша все время связана с умирающим Западом. Мы являемся свидетелями конца Запада. Запад умирает на наших глазах. Польша заинтересована в том, чтобы объединиться с мировым большинством. В интересах Польши присоединиться к БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества. Польша заинтересована в создании нового, большого европейского пространства. Украина и Ближний Восток — те конфликты, о которых чаще всего говорят в нашем регионе. Но это далеко не все горячие точки мира. И лучше начинать рассматривать эту картину в целом. Потому что так человечество уже приходило к самым кровавым альянсным выяснениям отношений в своей истории. Сегодня насчитывается около 55 вооруженных конфликтов. В них ежедневно тысячами гибнут люди. Возьмите, еминский конфликт, который засвечивает Западу коллективному якобы неудобно. А я вам скажу, если взять перспективу, то там Ближний Восток и Украина вместе взятые отдыхают. Там может произойти такая катастрофа в Индийском океане и в том заливе, который хуситы контролируют сегодня. Что нам и не снилось. Может, эти горячие точки от кого-то далеко? Может, не так интересны с точки зрения получения политических и экономических выгод? Но их разрушительный потенциал не менее опасен. Мы сегодня должны констатировать, что фактически не осталось законных международно-правовых инструментов, формирующих гарантии сферы военной безопасности. По большому счету осталось только два договора о нераспространении ядерного оружия и о стратегических наступательных вооружениях. Да и те не работают. Первый практически не выполняется, а второй морально устарел. Что особенно показательно, не ведется никакой работы по заключению новых соглашений данной сферы. Значит, кому-то они не нужны. И это в первую очередь на совести политиков, но не военных. Экономика. Вложено полмира нелегитимными ограничениями парализованы целые отрасли экономики. Право к частной собственности уничтожено. А ведь коллективный Запад нас десятилетиями учил, что такое частная собственность и где она. Арестовываются государственные активы и просто в наглую разворовываются суверенные финансовые ресурсы. Взрываются газопроводы, перекрывается доступ к мору. Приобретение товаров западных брендов больше не является гарантией технологической безопасности. Ведь в любой момент нам могут отказать в поставках запасных частей или в сервисном обслуживании. Мы это в Беларуси уже увидели. В России, наверное, тем более. По их предложению, просьбам, конкурентной борьбе они завоевали право поставлять на наш рынок медицинское оборудование, всяких там Сименцев и так далее. Обслуживания нет. Запчастей купить легально невозможно. Это что? Это же здоровье людей. Причем здесь Лукашенко? Причем здесь диктатура и власть в Беларуси? Если это касается обычных людей. Подорвана система международного разделения труда, которую мы с такими усилиями выстраивали. А следующий шаг – это расширение протекционизма и закрытой экономики. Ну что, будем двигаться не вперед, а назад? Ни Африка, ни Китай, ни Восток назад, конечно, не хотят и не пойдут. Тот же Иран, второй в мире по запасам газа и четвертый по запасам нефти, который живет под, цитата, всеобъемлющими санкциями. Такое определение для них придумали американцы, молчать больше. Явно не намерен. Евразийское сотрудничество может сориентировать мир на другое. Сейчас здесь, на таком Большом Востоке, это возможность для нас вместе менять реальность. В зале будут присутствовать и гости из Турции, и в Стамбуле. Напомним, после нескольких раундов переговоров в Беларуси так и не решилась судьба Украины в адекватную сторону. Президент считает, что, тем не менее, этот документ может быть отправным для возобновления переговоров. Как я говорю, у меня копия – это в сейфе лежит, переслали мне россияне. Но я посмотрел, там все общее, там нет никаких обязательств. Почему бы Украине не сесть за стол переговоров и не начать с этого документа? Конечно, он таким не будет. И не только потому, что Украина не хочет, а потому что и Россия не захочет в силу того, что на земле поменялась ситуация. Но почему бы сегодня с этого не начать? На поле боя Украина не победит. Это уже и украинцы понимают, слава богу, и на Западе. Но так надо двигаться, надо договариваться. Каждый день гибнут тысячи ни в чем не повинных людей с двух сторон. У российской стороны тоже есть видение этих процессов. Ситуация действительно пока только накаляется. Статья первая устава ООН требует уважать права человека, независимо, как там записано, от расы, пола, языка и религии. Но на это грубейшее нарушение устава русофобским, расистским режимом в Киеве закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал тупую, формулу мира Зеленского, который взывает капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический план победы. Разумеется, ни формула, ни план, ни фантазии о членстве подконтрольной Киеву, Украины, то в НАТО, то в Евросоюзе, не приближают мир в Европе. Первостепенные меры педоэскалации напряженности в мире – вывести американское ядерное оружие с территории стран Евразии. Исключить практику применения незаконных санкций. Разработает новый договорно-правовой механизм по созданию понятного всем режима контроля за новыми смертоносными технологиями, способными уничтожить все человечество. Это вот ситуация, когда ядерное оружие и не надо. Разрабатываем искусственный интеллект. Я помню, послушал интересную лекцию, которую умные люди прочитали. Это было на Ближнем Востоке. По искусственному интеллекту только начало было. Я задаю вопрос. Скажите, а не получится так, что мы не нужны будем? Вот вы активно разрабатываете эти методы, принципы и так далее, этот искусственный интеллект. И они мне скажут, господин президент, на этот вопрос мы вам ответить не можем. Может быть. Так что, мы сами себе готовим уничтожение? В киберсфере также бесконтрольно развивается целая индустрия, направленная на создание и внедрение вродоносных решений, влекущих последствия глобального масштаба. Никакого ядерного оружия не надо. Необходимо принять международный правовой акт о киберненападении, предполагающий отказ от применения друг против друга этого оружия. А также формирование системы контроля за его разработкой и использованием. Кибероружие. И тут уже, кто умнее, тот и победит. Уважаемые участники конференции, очевидно, что сегодня безопасность не может поддерживаться лишь на одном континенте. Мы выступаем за создание общего пространства доверия и сотрудничества между Западом, оставшимися в меньшинстве и глобальным большинством. За объединение стран не против кого-либо, а в имя общей цели, чтобы избежать фатального цивилизационного разлома. За возобновление действительно равноправного, взаимоуважительного и ответственного диалога. Если впоследствии Беларусь может внести какой-то вклад, даже не в плане той резолюции, которую вы выработаете здесь, или документа, мы это сделаем. Потому что мы люди, которые умеют ценить добро и добром на это отвечать. В следующем году хочу вас пригласить на нашу встречу, если вы согласитесь, может быть в формате Евразия плюс, чтобы голос каждой страны, желающей внести свой конструктивный уклад в установление глобальной безопасности, был услышан. Такой шаг призван стать началом нового политического процесса по мерам укрепления доверия, безопасности и сотрудничества. Аналогично Хельсинки, но отвечающая реалиям сегодняшнего дня, к чему мы неоднократно вместе с вами призывали все международное сообщество. Безопасность лишь одно извенье в системе человеческих ценностей, но это база, без которой все остальное невозможно. Будет пустотой. Надо уйти от предрассудков и стереотипов и начать кропотливо выстраивать диалог, шаг за шагом искать точки соприкосновения и сближения. Давайте думать, как белорусы часто говорят, не о себе. Давайте подумаем о наших детях, о наших внуках. Им жить после нам, и очень важно, что мы им оставим, какой мир. Этот вопрос — мир, где не очень приветствуются. И чайлд-фри, и однополые отношения сильно волнуют. Ни Беларусь, ни Восток, ни Юг не играют в гендерные игры. Просто семьи, большие традиционные семьи — вот наш стандарт. На саммите прозвучит этот посыл адекватности. Заканчивается там, где заканчивается стыд. Западная цивилизация ничего не стыдится. Они не стыдятся врать. Они не стыдятся расширять НАТО на Восток. Этого нужно избежать. Им не стыдно. Они не стыдятся лгать, будто они сдержат свое слово. Говоря о евразийской безопасности, весь мир должен показать силу и ответственность, чтобы достичь нового соглашения. Без него, без новой системы ценностей, которые будут касаться каждого из нас, не будет будущего. Не будет никаких конференций безопасности в целом. Не будет цивилизации в целом. Не будет всего этого, если сумасшедшие будут у руля политики. Сумасшедшие, думающие, что надо разрушать, а не строить. Что по итогу? Есть мнения, которые вытекают из опыта. Минск предлагает дело. Так было не раз. Если это проигнорировать, ситуация усугубляется в разы. Я главу белорусского государства пять лет назад слушала в этом же зале. И то, что он говорил, очень отзывалось у меня лично, потому что он очень мудрый у вас лидер. И прекрасно разбирается вообще в этой геополитической повестке. Место Беларуси будет определять белорусский народ. Но мне, как россиянке, как гражданке и жительнице союзного государства, очень бы хотелось, чтобы мы вместе определили для себя достойное место в этой системе. С полным суверенитетом обеих стран, с принятием наших позиций по ряду очень важных для нас вопросов, как военного характера, так и экономического. Но уже точно не в той системе отношений, как это было раньше. Вот однозначно. Эта вторая Минская конференция по вопросам евразийской безопасности первая год назад точно так же собрала огромный пул экспертов. И тогда же появился проект Харти многообразия и многополярности в 21 веке. Работа над документом продолжится и в этот раз. Но главное, такие конференции — это всегда еще и человеческие контакты, которые отменить в одночасье просто невозможно. И это тоже гарант отношений и частично безопасности для тех, кто ищет никого подчинить, не колонию, а партнеров. Катерина Круталевич, Наталья Бреус, Ольга Онищенко, Иван Мартынович и Александр Олешко. Первый информационный.